Здравствуйте, уважаемые зрители! Сейчас в ютубе я видел ролики, где США отправили в Украину мощное оружие поражения. Вот как раз Татьяна эту тему. Я хочу вас ознакомить. На миллиарды долларов сейчас Байден сделал помощь Украине Зеленскому. И вот самое мощное оружие, что есть сейчас на вооружении США, Англии, других стран НАТО. Я вам сейчас ознакомлюсь с этой темой. В тот день, когда президент Украины Владимир Зеленский выступил с эмоциональным обращением к Агрессу в США, Джо Байден сообщил о выделении 800 миллионов долларов. Там больше. Если все суммировать, там больше 2 миллиардов долларов. Впервые после начала российской специальной военной операции против Украины поставки НАТО были конкретизированы. Они включают 2000 дживелинов, переносных ракетных противоталковых комплексов, 800 ракет «Стингер», 10 гранатометов, то есть 100 гранатометов, 5000 азамтических виток. В общем, вот там дживелины, видите, посередине фотографии. И вот сейчас я ознакомлю, какое оружие было передано Украине. Так, в это время сейчас ведутся переговоры о поставке Украины более мощного оружия, зенитно-ракетных комплексов С-300, которые имеются на вооружении большинства союзников США в Европе. Американские конгрессмены единонушно высказались за поставки этих комплексов, которые могут поражать цели на высоте 29 километров. Бывший главнокомандующий войсками НАТО адмирал Джим Ставридис говорит, что США должны полностью вооружить армию Украины, и приоритетом должны быть поставки в эту страну противовоздушных систем «Стингер». Да, вот «Стингеры», похоже, вот эти, да. Вот «Стингеры», видите, сбивать самолеты. Да, он называется «Стингер», это переносной зенитно-ракетный комплекс. Работает на строительных больших высотах, а украинцам необходимо поражать цели на большом расстоянии. Также Ставридис также высказался о необходимости вести над Украиной бесполезную зону. Администрация Байдена отвергает этот план, полагая, что в этом случае НАТО придется сбивать российские самолеты, а это придет в Третьей мировой войне. Я вам говорил, что, может, к этому все идет, потому что уже, видите, сейчас скоро уже, если поступят на вооружение эти МИГи, то уже там сядут за штурвалы украинские летчики, как бы. Но это, может быть, и не будет такого уже всемирного конфликта, это будет, как бы, сказать, воевать на МИГе против МИГов, и там это сейчас, по последней информации, уже Польша должна эти поставить МИГи в Украине. Что касается С-300, то американские представители уже начали консультации с рядом европейских стран поставки этих комплексов в Украине. Да, и вот сейчас самое главное, я хотел вас ознакомить, вот Зеленский, видите, что уже идет новый пакет, как сказать, и будет послано на помощь 100 беспилотников Швицблада, известные как дроны Камикадзе, тактического уровня, способные поражать цели зарядом на своем борту. Это уже вообще из современных, самое последнее вооружение дроны Камикадзе, они такие боррождирующие, летают, потом находят цели сами, типа как вот ракета попадает в танки или БТР, и все прожигает насквозь. Включение этих называющих, врезающих в цель тактических беспилотников стало новой фазы поставки оружия, которую США отправляют в Украину. Это БПЛА, Швицблада, это небольшой легкий беспилотник, который может находиться в воздухе до 30 минут. Прежде чем император на земле направит его в цель на десятки километров. Дрон запускается из трубы, как минометный снаряд. Его GPS-наводка в реальном времени позволяет в полевых условиях управлять им до момента, когда он врезается в цель и взрывается. Это, вы говорите, самые последние модификации уже дронов. Так, это ранее поставки из Америки включали преимущество противотанковое и зенитное вооружение. И вот сейчас, да, будут еще зенитно-ракетные комплексы С-300 поставлены. Так что, говорю, вооружили Украину, вот, по самых, до зубов. Потому что стали подсчитывать все это вооружение, все эти комплексы. Получается, что сейчас, если уже серьезные бои начнутся, Украина сможет легко воевать против истребителей, этих бомбардировщиков, пуша на вооружение Украины, этих стингерсов, все эти модификации, у них в четыре раза превосходят количество самолетов. И эти дживелины, там на фотографии, видите, в середине, этих тоже где-то в четыре раза превосходят, сколько у России есть танков сейчас в бою. Так что, Зеленского так вооружили плотно, вот эти современными вооружениями, и стингерами, и вот эти модификации еще. Так что, я говорю, сейчас Украина будет очень воевать хорошо. Так что, Российской армии сейчас будет очень тяжело продвигаться вперед, потому что, самое новейшее современное оружие в нереальных количествах. Там тысячи уже, тысячи. А эти дроны, они как эти, вообще их не сбить ничем. Они прямо как эти вот, отслеживают цели, потом такая, и все, ничем его не собьешь. Говорят, это самые последние модификации и разработки уже американцев. Так что, очень тяжело будет сейчас Российской армии. Я думаю, все, продвижение закончится, их просто будет уничтожать, просто расстреливать, и все. В общем, вот такая информация, ребята. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok